что все привет вы на канале себя на чемоданах меня зовут славян вот мой инстаграм подписывайтесь если еще не подписывались я вас приглашаю в новый долгожданный выпуск не только с вашей стороны долгожданный но и с нашей и со стороны наших детей очень давно наши пацаны просились поехали жить в палатке и вот наконец-то мы выбираемся с палаткой на азовское море будет очень интересно не переключайтесь погнали перед началом путешествия мы как обычно затариваемся водой голубицкая ну вот нам ехать 170 километров почти 3 часа поехали самое главное досматривать обязательно этот выпуск до конца потому что мы едем с палаткой покажем где мы нашли место и получится ли у нас вообще остановиться потому что ветер сегодня очень сильный погнали и как всегда чтобы выехать с краснодара мы потратим кучу времени выезжаем в пятницу время 13.00 двигаемся в сторону западного входа краснодара ну что можно сказать почти выехали вот у нас наше круговое движение уезжаем на землю канапа вот по указателю и славянскому баню сюда вот и двигаемся 4 километра прямо ну все наконец-то наконец-то мы выезжаем за краснодар шоу вас на это 40 минут чтобы покинуть этот городок за бортом 34 градуса мы едем 40 минут уже проехали 18 километров и справа начинаются поля подсолнухом сети еще можно остановиться сфотографироваться может кому-то нужно находятся они за западным обходом краснодара сразу выезжаете и справа поля так ну и по традиции сразу старта путешествия мы заезжаем на заправку информация кому нужны дизель 48 05 95 50 20 92 46 видимо из-за того что мы выезжаем в пятницу движение достаточно плотная среднюю скорость держим где-то 70 километров ну и плюс эта дорога такая что едешь у тебя знак может ехать 90 потом хлопс резко 40 потом 50 70 и постоянно прыгает в скоростной режим у нас через 15 минут будет круговое движение как бы дорога уходит в объезд на славянсто-губани но последний раз когда мы возвращались она потом как раз ехали через славянсто-губани и ехали как бы в объезд его и там жуткие такие реконструкции что даже сейчас я посмотрел по навигатору всем покажу что в объезд ехать дольше посмотрите на целых 10 минут но я думаю где 10 нами 20 поэтому поедем через славянсто-губани заодно покажем вам городок так его значит мы подъезжаем к круговому движению как раз есть например налево поехать это будет объезд на славянсто-губани решил я поехать все-таки прямо через сам город посмотрим действительно ли получится быстрее но как я понял здесь самое затруднение в славянске это значит переезд которого как раз будет впереди я не думаю что мы там много простоим просто ехать там по разбитой дороге тоже еще до удовольствия так что давайте постоим на переезде трудовели ковский 5 минут мы простояли на этом переезде сейчас посмотрим какая там дорога какие будут ограничения и в конце как мы проскочим я сделаю вывод но и конечно с вами поделюсь все-таки как лучше ехать ну а в самом городишке вот такая вот обстановка пробка и достаточно плотная не знаю сколько месяцев стоим так вот мы выехали за славянс на кубани и вот она как раз дорога слева видите в объезд ну что могу сказать не знаю решайте сами если хотите по ремонту скакать то езжайте в объезд здесь хотите немножко в пробке постоять то езжайте через город опять-таки может быть что-то нужно подкупить приедете через город вообще тогда на ваше усмотрение не знаю вот ехали теперь и там и там что-то мне не нравится что-то мне не нравится одно нравится что дорога к морю ведет а какая вообще не важно главное что к морю так вот мы заезжаем в темрюк в темрюк здесь наша задача найти сейчас нам покушать и перекусить а потом уже спокойно искать лагерь где мы будем расставлять палатку по дороге уже в темрике увидели такую пекарню в итоге проехали и и вот я решил что нужно развернуться и заехать туда потому что почему-то все по левую сторону нас вот едет в пекарню купили мы значит булки и вот так вот на парковке греем чаек прям возле магазина так вот сидим обедаем наш перепуск давайте за выезд радюха за выезд подъезжая голубицкой стоят очень много машин которые предпредлагают свое жилье домик у моря и вот она голубицкая мы сюда заезжаем смотрите главная дорога левее уходит а мы поедем по параллельной улице хотим купить ужин себе и овощей на вечер так значит в голубицкой мы заехали в магазин купили уголь средства для посуды взяли мясо взяли дети мороженое все теперь мы едем вместе с вами искать местечко где мы встанем на одну ночь точно там дальше посмотрим выехали за голубицкой у нас по левую руку такие плантации винограда огромные огромные вообще конца и края нет значит я не думаю что в самой голубицкой может это встать палаткой а за голубицкой вот сейчас мы вышли как бы на основную трассу сейчас ближе к морю как бы прижмется дорога и там мы видели много там и кемпинги есть и в принципе эти места тоже имеются и там где-то будем уже смотреть выбирать у ребятки вы только гляньте вот так вот просто выскакиваешь вот так вот с горы и вот такие вот великолепные шикарней виды вот это кайф да вон родиончика эмоции ну что я могу сразу сказать сходу моря сегодня штормит да и штормит причем прилично но вижу вижу что люди заходят купаются есть только чуть-чуть аккуратненько окунуться это вся береговая линия усыпаны кемпингами кемпинги идут прям один за другим один за другим вот но не знаю посмотрим море сегодня очень очень сильно грязная но штормит вот уже упорово увидели сейчас покажу возможно там дальше она будет чуть другое например туда ближе к чугурам не знаю будем искать максимально для нас хорошее место и вам покажем конечно что же мы выберем мы заехали в первый кемпинг посмотреть про спросить по цене в итоге что-то 500 рублей . ну 100 рублей за палатку ну как бы так вот ну ну давай еще 100 вот ёпсель мобсель море конечно жесть да и кемпинг вот этот 6 здесь есть классный кемпинг но я не знаю может быть мы туда не поедем а море посмотреть что творится у охренеть вот это мы приехали на море ёпсель мобсель а я ха ха вот это да вот это грязь в поисках места нам сегодня ночлега едем сейчас по голубицкой голубицкой даже не думал что столько людей тут отдыхает вообще офигеть вот где где те люди которые ругают азов мол типа как тут отдыхать о посмотрите посмотрите сколько машин людей в три в четыре раза больше при гинде спустя наверно 30 минут езды если не больше мы походу нашли проезд я уже запалил что там есть люди стоят с палатками на машинах и походу нам сегодня повезло его будет все таки стать в диком месте и даже не одни так вот видите вот так вот брем-брем-брем-брем-брем-брем а это что такое что так вот берешь ты и 6 месте вот какой-то да и они это поминает глиалуз вот так вот в любой куст как говорит хочешь сюда хочешь сюда ну что да мы нашли местечко вот здесь поставим вот здесь поставим мангал стол вот тут мы поставим палатку машину развернем да тут конечно что мусор на ничему вот так вот красиво перегородим себе все и вот у нас будет вот такой вот пляж жалко конечно ветрено но море здесь чище посмотрите какая у нас сеть красота то будет вот это я понимаю вот и смысл всех этих кемпингов бомжовский где нет ни условий ничего гляньте красота ну красота же ну и море чище ну что сейчас выдохнем немножко потупим на море а потом будем вместе с вами раскладывать нашла есть ну и по нашей небольшой традиции первое самое первое что мы делаем когда приезжаем на кое-либо вот такое место с палаткой это разбиваем наш туалет а туалет наш выглядит вот так вот такой вот кружок чаще с ним получится я вам покажу а теперь самое основное это надо пахнуть колышки кстати кто вот поедет на море с палаткой я рекомендую использовать не стандартные колышки ребята а длинные не поленитесь купить его такие длинные потому что там где песок вот и воткнул в песок ветер подул их тут же скинет ну буквально пять минут и наш туалет и установлен соответственно сюда мы просто биваем колышки но я уже сказал лучше взять как можно их длиннее далее вот такими веревками мы просто растягиваем что не ломал ветер вот здесь артемка привязал за дерево ну конечно да привязал и виде унитазика настенка поднимайся мы используем вот такое вот ведро унитаз сюда наливается значит специально просто вода и средства для туалета так все просто вот так вот ставится и все здесь с комфортом я стою в полный рост метр семьдесят четыре вот этот штука тоже откидывается открывается вот сюда ложите принадлежности сюда что-то вешаете там как короче использовать как туалет как душевую как переодевательную кабину красота так что касается технической воды да для того же туалета просто с моря набрали жидкость плеснули и все вот именно так я и сделал туалет стоит значит настенька довольная все это самое кстати главная вообще вещь почему женщины девушки они не любят отдыхать в палатках потому что многие мужики просто не закрывают вопрос с туалетом так вот если вы мужики смотрите это видео то знаете что просто покупаете палатку туалет покупаете либо биотуалет либо вот такое вот ведро унитаз и все а если вы женщина то просто покажите своему мужику и езжайте с палаточка отдыхать на моря потому что ну какой отель вот так вам сделает вот у нас буквально четыре метра и мой а это наш стол смотрите здесь устала есть значит регулировка еще по высоте то есть это понятное дело низко он так вот поднимается на защелки коп вот и аналогично эту же сторону хоп и хоп вот и сразу видите высота стола в комплекте у нашло четыре стула правда мы один к сожалению сломали в том году я случайно на него на ехал вот и снизу еще прикрепляется сетка следующее что с вами соберем это наш мангал который с нами живет в путешествиях уже с 19 года представляете и до сих пор он жив ну что вот я собрал мангал осталось поставить но у нас мангал конечно не первой свежести но он с нами давно и он такой знаете верный друг всего его конечно уже по изогнуло но ладно пока лучше ничего не приобрели значит вот на вот это месте мы значит расставим палатку достаточно прикольное местечко проснулись вот так вот из палатки сразу будет вид на море вот здесь закат классно рассвет значит той стороны это значит мы не проснемся от яркого солнца столик мангал прикольно а палатка ребята у нас самая обычная трехместная фирма аутвенча наверно так правильно вот кому интересно это вот дом 3 трехместная палатка бла 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 читайте у нее есть минусы самый такой большой глобальный это то что у нее нет продувного сквозняка в общем сейчас со своими пацанами будем собирать давайте давайте вытаскивайте артем так вот ну давай все самый огромный плюс у этой палатки ребят то что она собирается очень очень быстро буквально за считанные минуты сюда заводим одни прутья сюда одни прутья распираем и как бы она стоит все и сквозняка у нее получать спереди вот окошко на сейчас покажу и сзади только окошко все в самую жесткую жару мы спасали с тем что мы не вешали тент который сверху одевается зеленый а просто оставляли вот так и тогда она прям вся ты мне чуть глаз не ткнул и тогда она вся прям продувается вот это тут происходят дела дела и и на что вы играете а на что никто дурак серьезно мама забрала у тёмки вон совсем чуть вот это да нормально вот так вот шестерками я же мать проводит времяпрепровождение на природе с ним ребенком да тема давай еще шестерка родион там мучает больше коровок до родион мы же коровок мучаешь из-за них так много ну-ка покажи друзья твои до родион да вижу вот у нас тут раз соседи тут два соседи я кстати собрал палатку единственно что я решил не кидать этот тент потому что жарко здесь палатки значит все по-простому настил чтоб мягенько было вот здесь песок и так мягко подушки мы здесь все помещаемся вот про что я говорил видите раз небольшой кусочек который продувает ткань конечно тоже пропускает но не сильно и получается небольшое окошко вот с этой стороны вот этого очень мало если вы смотрите думаете какую палатку брать ребят 6 палатки вот отсюда во и на той стороне также вот прям сквозняк то есть вы на ночь открыли и все и вам будет очень комфортно спать вот эта палатка не совсем прям удобная в этом плане а еще мы забыли дома коврик специально перед палаткой такой стелится это не с палаткой придется просто у нас такой свой поэтому я достал ковер из машины задних сидений вот положил чтобы тут ботиночки поставить и с чистыми ногами уже залазить в палатку кстати есть у вас нет холодильника лайфхак покупайте вот такое молоко в коробках она но долгого хранения мы обычно вот покупая милушку сколько по крыму ездили вот здесь за 80 рублей купили в крыму она 105 по моему она мангале сегодня мы будем готовить куриную грудку маринованную купили аж почти килограмм 980 грамм нас холодильника нет поэтому сразу все замаринуем и настенька все съест смысле настенька блин ребята посмотрите какой сегодня прекрасный будет у нас закат вообще просто великолепно и кстати такую погоду многие многие все равно заходят в море купаются вон там можно увидеть люди купаются причем с детьми очень опасно потому что есть тягуны которые утащат в море не успеете оглянуться лучше не купаться в такую волну не на азовском море не где-то в анапе не на западе крыма совсем недавно был случай как в анапе буквально на дня как в анапе утащила мальчишку 13 лет за ним побежал отец потом побежал друг отца еще два человека все погибли опасная тема не рискуйте не нужно так как мы мариную мясо вдруг кому-то будет интересно так же они маринуют значит смотрите вот петрушка зелень до сушеная закидываем сюда и соевый соус все мы больше вообще ничего не добавляем а ночи немножко полежит мы еще потом нарежем на кусочки будем накладывать это все надевать на шампура и отправлять на мангал давай главное чтобы меня получилось я кстати говорил уже в каком-то выпуске что я сейчас уголь разжигаю без помощи розжига то есть в принципе куда бы мы не приезжали везде можно собрать вот такие маленькие палочки наложить бумагу взять поджечь и в принципе хватает но но иногда кстати не получается не знаю посмотрим как сейчас это будет что раз загорелась 2 пытается гореть я надеюсь у меня ребята получилось прожечь костер достаточно быстро скоро будем кушать аят поставил камеру на теймпласте у нас сегодня прекраснейший закат поэтому не переключайтесь чуть позже вы его увидите помните когда мы останавливались магазин где разогревали чай так вот там были деревья растет груша яблоки и слива что вы думаете мы пошли конечно с пацанами нарвали яблок и нарвали сливу и в итоге я сейчас первый попробовал насек и горит и будешь она горит мнение не буду типа это мол на дереве возле дороги в итоге смотрю под шумок заживала и говорит как офигенно и вот сейчас пацанам даст слива вообще короче бомбическая такая крупная красная и причем деревья вообще никому не нужно так ну что вот у нас картошка попала на мангал два шампура шашлыка поместили столько еще он пол миски ну что все я погрузил все мясо которое у нас было картошку красота пусть все запекается очень аккуратно чтобы ничего не сгорело и шашлык соответствует тоже куриной грудки много-то не надо мой господи как тут прекрасно ребята мы так давно этого хотели чтобы куда-то вот так вот выехать встать прямо на море и вот так вот наслаждаться как в крыму в двадцатом году короче мы затупили и не взяли фонарик у нас нет никакого освещения только вот так вот телефонами спаслись прилетело очень много комаров и мы быстро в кипише начали короче кушать я вам так и не показал но вот так вот мы в общем кушали с видом точнее со слышим на шум моря вот сейчас быстро пойдем в палатку чем мы будем делать немножко поиграем в карты и будем спать так ребята все мы буквально сейчас партеечку в карты пацанов еще получим и все ложимся спать я с вами прощаюсь вместе с вами завтра в новом видеоролике а напоследок посмотрите какой сегодня был прекрасный закат пока а а и 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